Всем доброго времени суток! Всем здравствуйте! Вы на канале Потянула в деревне все с нуля. Меня зовут Наталья. И сегодня 25 января. Я сегодня хочу начать посев семян. И хочу в этом году я сделать несколько экспериментов. Но сейчас обо всем по порядку. Хочу начать с грунтов, которые я покупала. Вот этот грунт я покупала в прошлом году. Если честно, мне он не понравился. Не понравился почему? Потому что я с помощью него занесла белокрылку. Я потом с ней боролась все лето. В итоге я ее не победила. Победила меня она. В этом году я купила вот этот грунт. Посмотрим, что будет. Он, знаете, тоже здесь минералы есть. Но он щелочной. То есть здесь добавлена щелочь. Это говорит о том, чтобы кислоту. Потому что если чисто торфяной грунт, это кислая, как правило, почва. Но здесь вот тоже малокислая почва. Это до 6,5. От 5,5-6,5. Вот тоже и фосфор есть, и калийное удобрение. Азот добавлен. Углекислый известь. Видите, вот написано. Состав. Углекислый известь. Это значит маленько расщелоченый. Как правило, кислый торф – это верховой, низиный торф. Он на внешний вид вот такой черненький. Сейчас я вам его покажу. Вот такой вот, чуть-чуть с рыжинкой. Ну, слабо разложившийся, но рыхленький. Я, если честно, все вот эти вот грунты сейчас смешаю со своей землей. Ой, я вот намешала здесь землю. Ой, что-то я вам как-то так. Своя земля и плюс песок здесь, и плюс вот этот вот грунт, который я купила. Пролила я все в этом году отравой, чтобы избежать неизвестно промороженной или не промороженной. Протравила всю землю вот этим вот аллатар. Вот этой вот заразой. Вонючая, правда, но протравила. На всякий случай от каких-то там нюансов. Так, ну, теперь, наверное, приступим к моим экспериментам. Я вот уже сейчас семечки бросила. Здесь у меня семечки пионов. Я купила пион узколистный, 5 штук. Это я покупала в малышах-кузнечиках. И покупала древовидный пион. Вот эти вот большие семечки, это пион древовидный. А маленькие семечки, они такие, знаете, прямасенькие-масенькие. Но доставать уже не буду. Это пион узколистный. Я, если получится, у меня вставлю фотографии пионов, которые я купила. Вот, подписала пион. Если честно, мало надежды. Они прошли у меня стратификацию 3 месяца. Часть я посадила в деревне, в землю закопала их. Ну, а часть, по 3 семечка я оставила, чтобы посадить их дома. Ну, не знаем, что получится. Надеюсь, что что-то получится. Так. Еще я хочу в этом году сделать эксперимент по посадке яблони. Возможно, знаете, читала много информации, где говорят, что яблоки передают свою генетику. То есть, что потом повторяют свои функции, как говорится, яблоко. А некоторые уходят в дичку. Ну, решила для себя, что в любом случае у нас 25 соток. И если что-то получится из этой затеи, то на 25 сотках я куда-нибудь уж посажу. Ну, будет красиво, по крайней мере, цвести. Вот. Здесь я посадила у меня яблоки Игоря. Это сосед наш Игорь. Мы кушали у него вкусные яблоки. И Олины яблоки. Вот я сюда их воткнула. Посмотрим, что будет из этого. Вот. Здесь я тоже ела какие-то яблоки вкусные. Мне понравились семечки вот эти набухли. Они тоже у меня почти двое суток лежали в растворчике стимулирующем. Вот. Сейчас их тоже садить буду сюда. Здесь вот дырочек понаделала. Все. А я вон там уже воткнула семечко. Вот. Так что вот так. В этом году вся в экспериментах. Так. И вот сюда тоже я яблочки тоже, к сожалению, не написала. Видать, сначала хотела написать, но не написала. Но потом сюда брошу. Вот. Еще купила я семена дерна белого. Вот этот кустик, про который я вам говорила, в деревне я посадила, что мне знакомая отдала с дачи. Это дерен белый. Оказывается, у него вот есть семена. Он размножается семенами. Вот. Тоже семена вот эти тоже прошли мне стратификацию 3 месяца вместе с пионами. Вот. И буду сейчас их садить вот сюда вот. Ну, тоже, если честно, надежды мало, поэтому запихаю все. Ну, вырастет, вырастет. Ну, не вырастет. Ну, что теперь? По крайней мере, у меня дерево там уже есть. Надеюсь, перезимует, как говорится. Надо, как говорится, нет. Надо говорить, что все перезимует. Что все будет хорошо. Вот эти елочки, про которые я вам рассказывала, которые я купила. Видите, они у меня уже пошли в прирост. Растут. Что-то. Они у меня живут, кстати. Что-то начало это. Заливаю я, что ли. Ну, они, хотя написано, что любят влагу. Вот. Надо маленечко их это, какой-нибудь против бактерий полить. Вот. В рост пошли. Живут они у нас на лоджии. Лоджия у нас утепленная. И поэтому они там живут и вот прекрасно себя чувствуют. Им нужна вот именно такая прохлада. Я для вас вот занесла сюда. Показать. Вот. Также хочу посадить я в этом году. Не смотрите, что густо. Семена свои. Поэтому сеяла. Прям вообще просто. Прям вот так вот. Но потом прорежу. Решила посеять перец и решила посеять баклажаны. Баклажан. Черный красавец. У него срок созревания 145 дней. И баклажан. Грибное удовольствие. То же самое. 145 дней. В прошлом году я осталась без баклажан. Потому что посадила их вместе с перцем. Где-то это было число 14 февраля. И я осталась без перца. Они у меня заболели. У меня соседка все удивлялась. Наташа, почему у тебя такая рассада? Она у меня где-то, знаете, в июне. Она достигла того уровня, что я как будто бы должна их только высадить. Вот, естественно, мне не успели они ничего. И я была без баклажан. В этом году я их посеяла. Вот они у меня. Грибное удовольствие. И черный красавец. А здесь у меня перец красный мой. И это крупный перец. И перец красный. Так, покупной. Подождите. А, ну да, вот. Перец красный мой. И такой же перец по форме желтый мой. Здесь перец красный, покупной. Это вот, который продают. И желтый, покупной. Так, что посадила. Посадила густо. Как бы особо не переживаю. Емкость здесь довольно-таки глубокая. Потом я прорежу. Что получится, не знаю. Ну, посмотрим. Здесь вот баклажаны посеяла. Грибное удовольствие, как я сказала. И черный красавец. Вот. Так, что вот так. Сейчас я... А, вот еще баклажаны, кстати. Баклажаны, это красавец. Это свои. Мы выпускали, попробовали выпустить свои семена. Тоже набросала здесь, посеяла. Сейчас все сверху земелькой присыплю. И посажу. Посмотрим, взойдут, не взойдут. Не знаю. Первый раз не сеяла я. А вот эти, кстати, баклажаны. Очень была плохая схожесть у них. И, ну, единственное, что... Знаете, что? Я в прошлом году с дуру... Почему-то я решила, что грунт, ну, мне показалось нормальный. Я посадила их просто в грунт. То есть без добавления своей земли. И очень плохо развивалась корневая система. Естественно, растения страдали. Плюс еще жрала их белокрылка. Вот. И поэтому... Два раза я их пересеивала. Поэтому здесь довольно-таки тоже густовато их посеяла. Чтобы... Взойдут-взойдут, как говорится. Не взойдут. Значит, будем еще покупать. Но я заказала еще семена. Сейчас в малышах кузнечиках. Что-то семечки завалились куда-то. Еще заказала семена в малышах кузнечиках. Должны прийти уже в начале февраля. Так что, если что, будет время пересадки. Вот. Но эти семена решила посадить. У них, в принципе, еще срок годности нормальный. Но решила. В общем, вот такой вот небольшой обзорчик. Сейчас я буду садить еще эдельвейс. Вот этот вот купила. Это альпийское растение. Растет оно на это. Видите, какие семена. Просто пыль. Ну вот, сейчас замочила вот эти торфяные таблетки. Это почва ТАПС. В прошлом году я их покупала. Они мне, в принципе, понравились. Здесь они, видите, почва таблетки. Здесь биоразлагаемая оболочка у них. То есть, можно с ней садить. Вот, она разлагается. И здесь торф перемешанный с почвой. Вот. В общем-то, неплохо они показали себя в прошлом году. И сейчас хочу, знаете, часть посадить. Вот и эдельвейса, и гортензии. Гортензия метельчатая тоже. Видите, какие вот семена. Вообще пыль. Прям вообще махонькие. Часть посадить вот сюда. В таблетки. А часть посадить на снег, как питунью. Посмотрим, что получится. Вот. В общем, такие вот. Вот, в этом году у меня будут эксперименты. Вот. Первый раз сею. И перец. Тут вообще прям густо. Ну, свои семена я сеяла. У меня семян много. Неизвестно, то ли взойдут, то ли не взойдут. Ну, если что, продергаю. Я особо не переживаю. Хватит семян. Самые сильные оставлю. Эти слабенькие все выдеру. В общем, вот такой вот небольшой обзорчик. Ладненько. Всего доброго. Всего хорошего. Всем пока-пока. Если что, я потом буду дальше снимать видео. Как у меня что и сходит. Подписывайтесь. Продолжение следует...